Я хочу обратить внимание уважаемых наших глав городов, районов. Все вы видели, как вы позиционируетесь. Это говорит о вашем потенциале, отношении к детям, к школе, к учителям. Исходя из того, что рейтинг я тоже в Инстаграм выставил, чтобы все видели, это говорит о том, что это тоже результат вашей работы и вашей команды. Там, где кто внизу, вы должны понимать, что вы должны это переосмыслить. Это не только работы РАНО и школ, это наша общая работа. И это тоже моя оценка. Если у вас результаты такие, ничего хорошего от этого не будет. Мы, когда обсуждали, мы говорили, что конкурентность будет зависеть от того, какой потенциал образовательный будет у той или иной страны, региона, города. Вы это должны понимать. И я целиком полностью согласен с министром. Я говорю, но вообще в этом направлении нам надо очень серьезно работать. Я вас буду поддерживать. Второе. Нормативная правовая база. Вы все знаете новый закон об образовании. Хороший, плохой. Мы это не обсуждаем. Его надо реализовать. Если что-то там не нравится, мы должны выйти с предложениями и внести те коррективы, которые нам нужны. Но самое главное, вы, наверное, понимаете, что к детскому саду надо полностью изменить наши отношения. Мы как-то вузами серьезно, у нас федеральные, исследовательские, школами занимаемся. Но детские сады – это не место, где ребенок, пока родителей нет, находится, а потом его забирает. Это школа. Мы должны изменить наши отношения к детским. И в том числе и люди, которые там работают. Это дети, которые получают навыки. Вот завтрак Сбербанк организовал. Вот они утверждают, что 85% знаний ребенок получает до 7 лет. Может быть, это правильно или неправильно, но на самом деле мы до 7 лет много с чем учимся. Научим мы детей чему-то или не научим – вопрос заключается в нас. Поэтому в части содержательной части укрепления материально-технической базы, то, что министр рассказал. Эльдар Шовковский, давайте рассмотрим. Мы должны считать, что детскому саду мы даем образование, но дошкольное. Дошкола – это как бы некий этап подготовки. Вот кадровое обеспечение. Мы много говорим о кадрах, и надо опираться на те кадры, которые есть. Не надо говорить, что у нас хорошие, плохие. Значит, если они есть, мы их должны, во-первых, первое, опираться на кадры, которые есть, готовить, переподготовить, и ставить им планку такую, чтобы они совершенствовали себя. И в то же время надо смотреть, чтобы к нам приходили кадры. В школе мы были, 35% молодых кадров. Это говорит о том, что здесь есть перспектива. Если мы не будем работать с кадрами, если мы не будем работать с лидерами по технологиям, вот наши зингапурские коллеги, другие наши проекты, в этом направлении. Но и самое главное, наши учебные заведения должны не просто это, а готовить тех людей, которые нам нужны. Педучилище, вот педагогический колледж сегодня посмотрели. И мы должны, те люди, которые будут преподавать, значит, самые лучшие, которые есть у нас и за границей, в том числе программа «Алгарыш», должна работать на эту систему. Все говорят, что ученик, если не может быть выше своего преподавателя, как правило. И на самом деле, какую ты в среду попал, такое воспитание ты и получишь. Такие знания ты получишь.